Добрый день всем! Сегодняшняя наша передача посвящена очень важному событию, вернее важным событиям, целой череде событий, которые ожидают нас в самое ближайшее время. И прежде чем перейти к деловой части нашей программы сегодняшней, я представлю собеседников моих на сегодняшний день. Это Никитина Алла Владимировна, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Ульяновска. Кирилл Васильевич Валов, исполняющий обязанности министра молодежного развития Ульяновской области. Здравствуйте! И Дмитрий Болиславович Двойнов, начальник отдела общественных коммуникаций по делам молодежи муниципального образования Цельнинский район на сегодняшний день. И я Караулова Валентина Герасимовна, руководитель Центра медицинской профилактики. Но уже по тем собеседникам, которых я сегодня представила, я думаю, становится понятна тема нашей сегодняшней встречи. Совсем скоро, не далее как с 7 числа, с 7 по 27 апреля, в регионе будут проводиться мероприятия по фестивалю здорового образа жизни. Это комплекс профилактических, физкультурных, образовательных мероприятий. Сегодня перед нами обозначены глобальные цели. И, конечно, они амбициозные, требующие серьезной напряженной работы. Выполнить их можно, конечно, только при межведомственном и конструктивном взаимодействии. Вот, напомню, что Всемирный день здоровья, который отмечается ежегодно, 7 апреля, по решению Всемирной организации здравоохранения. И вот в этом году Всемирная организация здравоохранения в рамках Всемирного дня здоровья решила уделить особое внимание теме всеобщего охвата услугами здравоохранения, чтобы помочь людям составить более полное представление о том, какая поддержка, какие услуги должны быть им доступны. И где их можно будет получить. Всемирная организация здравоохранения призывает людей, у которых есть доступ к качественным и приемлемым по цене услугам здравоохранения, выступать в поддержку равного доступа к услугам для всех и везде. И также ВОЗ признает важную роль медицинских специалистов в поддержке и в содействии руководящими работниками здравоохранения потребностей людей в медицинских услугах. В частности, на уровне системы первичной медико-санитарной помощи. Продолжая работать над решением непростых задач, связанных с предоставлением населению доступа к качественной помощи в условиях ограниченных экономических ресурсов, страны все яснее осознают, что наличие политической воли имеет решающее значение для обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Но сегодня мы говорим о том, что далеко не только и, может быть, не столько услуги здравоохранения играют решающую роль в осознании людей, необходимости соблюдать здоровый образ жизни, принимать те правила игры, о которых мы сегодня говорим. И вот я бы хотела сейчас предоставить слово Кириллу Васильевичу Волову, Исполняющему обязанности министра молодежного правительства с тем, что министру молодежного развития. Ага, министру молодежного развития. О молодежном правительстве тоже поговорим. Хорошо. Как же молодежь сегодня воспринимает те посылы, те призывы, которые звучат и в указах президента, и в его посланиях, и в указах, и посланиях, и, кстати, вот о последнем послании тоже нашего губернатора Сергея Ивановича Морозова. Пожалуйста, Кирилл Васильевич, вам слово. Всем еще раз здравствуйте. Ну, во-первых, хотелось сказать, да, вот все-таки с какой категорией работает наше министерство, да. Многие говорят, министерство молодежного развития, там, да, иногда без определенных границ структуры, да. Действительно, наша отрасль, как и все отрасли социального блока, это большой межвед. То есть, это та межведомственная работа, которая ведется по различным направлениям. Только мы по каждому из этих направлений работаем более локально, более, так скажем, целенаправленно. Вообще, на 1 января 2019 года молодежи в Ульяновской области в возрасте от 14 до 30 лет 216 тысяч. Если мы захватываем категорию, так скажем, молодых семей, молодых ученых, работающих молодежь, там, молодых предпринимателей, мы расширяем рамки молодежи до 35 лет, и данная категория у нас увеличивается почти на 100 тысяч, и нас 295 тысяч молодежи. Из которых учащиеся молодежи 32 тысячи, учащиеся средне-специальных учебных заведений 26 тысяч, и 37 тысяч – это учащиеся высших учебных заведений. Такая категория есть. Куда у нас девается, так скажем, оставшаяся численность молодежи, а оставшиеся 200 тысяч – это работающие молодежи. И вот с этого хотелось бы начать. По теме ЗОЖ у нас реализуется уже порядка 10 лет, наверное, в отрасли тема проектов, программы продвижения. То есть это фактически мероприятие, комплекс мероприятий по здоровому образу жизни состоит из 16 блоков для работающей нашей молодежи. В 2018 году… Я прошу прощения, а все-таки какой же процент из того количества, которое Вы сейчас назвали, охвачен теми проектами, теми мероприятиями? Потому что самая важная часть, я уже неоднократно об этом говорила, что самая трудноподдающая часть – это работающие. Да, вот поэтому, то есть если мы в предыдущей категории 32 тысячи ученики и студенты, то есть это те коллективы студенческие, ученические, которые работают в системе образования либо высшего, либо среднеспециального, либо общего, там процент охвата, соответственно, занятием и спортом, и здоровым образом жизни достаточно высокий. То есть эти данные, они превышают существенно, там даже, наверное, и 50 процентов, можно смело сказать. Да, да, благодаря этой категории, то есть основной упор, то есть есть проблемное поле с работающей молодежью, но вот с этого года, потому что уже не раз, да, как бы об этом говорили, мы планируем переформатировать работу и программы продвижения. По итогам 2018 года, вот, к сожалению, из 200 тысяч, так как не успели еще до конца выйти на те рельсы, на те объемы правильные, да, с охватом, у нас приняло участие по городу Ульянск в программе продвижения 35 предприятий, а мы знаем, что их гораздо больше, да, и эту вот работу, буквально вот с начала года у нас уже российские железные дороги, да, российские железные дороги, и почта России из крупных предприятий включились в программу. Это то, что мы уже можем констатировать на 1 января, да, и планируем эту работу до окончания второго квартала, то есть довести до 50 предприятий, которые вовлечены в эту деятельность. Вот в 2018 году у нас приняло 5000 молодежи, работающей молодежи в комплексе именно по ЗОЖу, то есть мы говорим сейчас не в целом о работе с работающей молодежью, да, а именно по теме здравоохранения. Понятно, есть неохваченная работающая молодежь, которая индивидуально, систематически занимается, то есть мы пока на данный момент учет таких людей не ведем, но работу обязательно проведем, как мы это системно организовали на муниципальном уровне. Вот Дмитрий не даст соврать, да, как бы провели вообще аналитику по молодежной политике за 2018 год впервые в истории нашей отрасли по всем направлениям деятельности, в том числе и по данной категории. И, соответственно, можем понять, да, какие меры, где нужно будет внедрить и так далее. Кирилл Васильевич, я вас восстановлю на секунду. Вот смотрите, у нас предприятия, на которые обращается внимание, и которых на сегодняшний день уже у нас практически везде заключены паспорта и составлены паспорта здоровья, у нас их более 600. Что же, чем будет ознаменован данный фестиваль здорового образа жизни, насколько вы расширите свое влияние и на работающую молодежь, и не только на работающую? То есть, благодаря каким мероприятиям молодежь будет вовлечена в фестиваль здорового образа жизни? А, ну, здесь два компонента, три точнее компонента, да, это вот обозначенная работающая молодежь посредством, да, взаимодействие с предприятиями и города, и области. Еще вот добавлю маленький аспект, да, есть программа продвижения, она направлена на работающую молодежь города Ульяновска. Сейчас вот с этого года мы активно возрождаем такой же комплекс под названием бумеранг, но это для муниципальных образований. Ну, вот такое вот название, что как бы прилетело и обратно, то есть, как бы такой эффект и социальный, да, и физический, то есть, должен получить каждый участник данного проекта. Аналогичная схема, аналогичная история, только целевая аудитория здесь, работающая молодежь сельских территорий. И вот если в 2018 году, так скажем, данный проект пошел на угасание, да, и мы подхватили, можно сказать, во втором полугодии только данную историю, приняло всего 7 муниципальных образований, около 2000 представителей молодежи, да, вот, то в 2019 году это войдет в систему, и здесь уже нам гораздо, наверное, с точки зрения какого-то ресурса, да, и в том числе властного, да, можно будет организовать, точнее не можно будет, а нужно будет организовать, чтобы у нас все 24 муниципалитета данный процесс сделали. Да. Вот, потом, значит, по категории, то есть, в принципе, муниципальных образований, у нас в каждом муниципальном образовании, точнее, в 20 из 24 присутствуют активные и сильные органы молодежного самоуправления. В рамках фестиваля у нас запланирован с 7 по 27 апреля комплекс мероприятий, включающих и субботники, направленные именно на тему ЗОЖовскую, потому что мы данный ресурс будем направлен... В каждом муниципальном образовании. Это будет организовано, это будет не просто субботник, да, по уборке территорий общественных пространств, а непосредственно уборке территорий с организацией флешмобов, такие достаточно яркие, чтобы информационно эту тему тоже, так скажем, продвинуть. То есть, уборка еще территорий, спортивных площадок, спортивных объектов, которые находятся в том или ином муниципальном образовании. Подготовки их, по сути, к сезону, к летнему, для того, чтобы был доступ к ним возможен. Мероприятия также у нас по линии молодежного правительства активно идут два министерства профильных отраслевых молодежных непосредственно в теме здорового образа жизни соучастны. Это Министерство молодежной здравоохранения и Министерство физической культуры и спорта. В рамках их деятельности, например, по Минздраву, организуются еженедельные семинары, встречи с молодежью и студенческой, и учащейся, и работающей молодежью по профилактике заболеваний различных систем организации. То есть, достаточно прикладного характера мероприятия от начинающих профессионалов, ребята старших курсов и вузов, молодые работники сферы здравоохранения. Эту тему поддерживают, проводят со стороны Министерства молодежного физической культуры и спорта в зимний период, например, там, если что не касается, например, декады фестивалевской, а вообще в целом, да, и турнир по хоккею с мячом проводится на территории. Вы знаете, я бы вот хотела пожелать вам, именно в плане реализации тех мероприятий, о которых вы сейчас говорите, очень живо и убедительно, да, что время есть еще немного, пожалуйста, нужно организовать информацию, информационную кампанию. Все, да, обязательно. А я сейчас хочу перейти немножко к другой теме. Вот у нас на территории нашего региона, вернее, второй регион в Российской Федерации, который в полном составе вошел в Ассоциацию Здоровых Города, район и поселки. Первым, я напомню, у нас в эту ассоциацию включился и вступил город Димитровград в 2005 году. И вот на сегодняшний день, в 2019 году, закончено формирование региональной сети Здоровых Города, район и поселки. И Дмитрий был в составе делегации, которая выезжала неделю назад в город Череповец, в Вологодской области, где оставшиеся 8 муниципальных образований, также были приняты в эту ассоциацию. Я хочу сказать, что ассоциация – это как дополнительная площадка для реализации тех наших планов, планов, особенно направленных на здоровье и сбережения. Но вот продолжая тему, которую сейчас затронул и задел и рассказал Кирилл Васильевич, я бы хотела, Дмитрий Бориславович, вас попросить, что же доходит из того живого разговора и из того очень энергичного рассказа, что доходит до муниципальных образований? Как вообще развиваются технологии и вопросы здоровья и сбережения на уровне муниципалитета, например, в Цельнинском районе? Да, позвольте я тогда немного про район, про наш расскажу. Несмотря на то, что Цельнинский район буквально неделю назад, как вы сказали, вступил в ассоциацию, тем не менее на территории района уже создавалась среда и продолжает создаваться вот эта территория единой здоровой среды. Для этого в нашем муниципалитете разработана программа «Здоровый муниципалитет». Основными задачами которой являются это развитие здорового районного планирования, здоровой экологии, общественного здоровья и районного сообщества. Вот по конкретней сейчас, по каждому пункту создаются условия для ведения здорового образа жизни. А каким образом они создаются, эти условия? Ну, вот именно конкретно, это вот велосипедные дорожки создаются, да, например, инфраструктура создана для людей с ограниченными возможностями здоровья. Строятся также игровые и спортивные площадки во дворах, это очень важно, как раз для молодежи. И также озеленяются улицы, зоны отдыха для жителей и благоустраиваются родники. — Дмитрий, а скажите мне, пожалуйста, насколько активно молодежь участвует в этих мероприятиях? Вообще интересно это для людей? — Вы знаете, вот в последнее время, работая с Кириллом Васильевичем, я реально ощущаю даже на себе, на нашем районе, то, что молодежь сейчас уже активно включается. Вот что нельзя было сказать, может быть, 5-7 лет назад. Но сейчас молодежь достаточно активно уже проявляет себя, ей это интересно. — Можно я вот с точки зрения конструктивы в плоскости муниципальных образований? Есть два вот момента, я говорил, а да, она об анализе муниципальных образований, в том числе и по спортивной инфраструктуре, того, чего не хватает в конкретных районах. Есть достаточно крупные районы, да, у нас в Ульяновской области, в которых спортивная инфраструктура недостаточно развита. И как проблему мы это выявляем на территории муниципальных образований. И как показало, вот, так скажем, поручение губернатора, ту идею, которую мы реализовывали с начала года уже 19-го, участие в местных инициативах граждан, большой крупный проект, там выделен блок молодежной инициативы. И когда мы подняли молодежь на эту проблему инфраструктурную с точки зрения, то есть их позиции к этому вопросу, у нас резко возросло число заявок на конкурс, и именно от молодежи, идущих по теме инфраструктуры именно спортивных объектов. Это либо ремонт, либо создание чего-то нового, то есть либо реконструкция, то есть площадок и так далее. То есть у нас вот здесь динамика, что можно проанализировать по отношению к 2018 году, когда в данном случае мнение молодежи не учитывалось. То есть данный показатель был минимальный, то есть достаточно ограниченное количество проектов было подано по теме именно спортивной инфраструктуры для занятий молодежи. А потребность очень высокая в большинстве муниципалитетов. Хорошо. Да, что есть, то есть. Да. Но давайте все-таки немного поговорим о фестивале, потому что Владимир у нас подготовился, поскольку открытие фестиваля у нас на сегодняшний день поручено муниципальным образованием, то есть открытие фестиваля здорового образа жизни будет проведено, проводится единовременно с 11 часов в каждом муниципальном образовании. И сегодня мы пригласили в студию самое крупное муниципальное образование, определяющее все наши мероприятия. Конечно же, это город Ульяновск. А, Владимир Владимирович, что же будет на открытии фестиваля здорового образа жизни? Увидят люди, что это на самом деле фестиваль, который должен затронуть всех от мал до велика. Пожалуйста. Я тоже хочу сказать, что город Ульяновск также входит в число Ассоциации здоровых городов России. С 2009 года. Да, с 2009 года. Это достаточно такая цифра. 10 лет мы уже находимся в этом. Поэтому для нас этот вопрос является вообще приоритетным. Не просто вот в рамках одного фестиваля, да, а ежегодно, ежедневно. Мы работаем над темой, у нас создан постановление главы города, в котором утвержден комплексный план по здоровому образу жизни, где абсолютно в каждом ведомстве, по каждому направлению город делает все условия для комфортного проживания населения. И, конечно же, в первую очередь, чтобы население оздоравливалось, вело здоровый образ жизни. Поэтому вот этот фестиваль, как раз мы, цель этого фестиваля, как мы проговаривали, как раз обратить внимание, усиленно обратить внимание людей на те проблемы, чтобы задумались, каждый человек задумался о том, а действительно ведет ли он здоровый образ жизни, а какие условия для этого нужны, а какие инициативы нужно подсказать нам, власти, для того, чтобы мы действительно были на одной волне с каждым человеком, да, от мала до велика, и действительно создавали все условия. Поэтому фестиваль, в первую очередь, конечно, на это и нацелен. И на протяжении с 7 апреля по 27-й на территории города, точно так же, как и во всех муниципальных образованиях, пройдет очень большое количество мероприятий, которые разнонаправленные, это и образовательные, и культурные, и спортивные, вплоть до библиотек, вплоть до каких-то небольших и маленьких организаций, где действительно будет уделено внимание именно в этот период на то, чтобы, а как нам с вами заниматься здоровым образом жизни. И ведь для этого не нужно… А где можно увидеть? Вот вы говорите, но понятно, что на слух не воспримутся все мероприятия. Он у нас и на сайте администрации, и мы выбрали из этого плана наиболее главные, социально важные мероприятия, это и медицинские, и спортивные, и образовательные. И точно так же размещаем везде, в каждом ведомстве на своих сайтах. Разместили на сайте нашей администрации, поэтому каждый может зайти, ознакомиться и принять участие. Ну и то, о чем говорили вы, Валентина Герасимовна, это, конечно же, открытие. Предоставлена такая почетная миссия городу Ульямску, как провести торжественное открытие этого фестиваля. Поэтому мы все горожан и гостей города приглашаем 7 апреля к 11 часам в наш знаменитый универсальный спортивный комплекс «Орион», который расположен на бульваре Львовском 10А, это новый город, территория нового города, и провести с нами вот такое вот хорошее торжественное открытие. Цель, вот именно почему мы выбрали «Фок Орион», это для того, чтобы показать, как в условиях одного небольшого хорошего помещения можно оздоравливаться любому человеку от мала до велика. Большому помещению, Владимир Владимирович. Но все равно это одно. Одно, одно большое. То есть любая семья, мама, папа, дети, бабушка, дедушка, придя в наш этот комплекс спортивный, могут получить максимум и позитивного настроения, и позаниматься физкультурой, и оздоровиться. И там есть кафе, которое точно так же направлено на здоровое питание, что тоже в этом году мы думаем, что мы все-таки сделаем такое хорошее мероприятие, и акцию такую проведем по здоровому питанию, опять же, в условиях этого комплекса «Ориона». Поэтому наша задача, чтобы каждый человек обратил внимание на то, что для этого денег не нужно. Просто выйти на улицу, просто прошагать несколько шагов, отказаться от сигареты. Кстати, о шагах я хочу отдельно поговорить. Да, проговорим. Поэтому здесь самое главное, это цель-то, чтобы каждый начни с себя, как мы говорим, эту акцию, и у нас ее поддерживает очень губернатор, наша Ульяновская область Сергей Иванович Морозов, всегда начни с себя. Поэтому цель – задуматься. И с понедельника, да, 8-го, с воскресенья, хорошо, согласна, начать вот эту акцию и проводить действительно ежедневно, ежечасно вот такой здоровый образ жизни, показывая и своим примером, и своим детям, и нашему будущему, что действительно здоровое поколение – это очень важно для нас, для нашей страны. в целом, для того, чтобы мы… Я хочу отметить вот сразу информационную, по плане информационности. Мы уже со своей страны, с отрасли, как бы, 10 тысяч шагов, да, тот проект, который запускается. Я бы хотела о нем сказать. Мы его информационно уже начали освещать, и у нас очень много информации, то, что, коллеги-то, вроде как бы с 7-го числа-то начинается месячник, да, но у нас уже Инстаграм кишит информация о том, кто сколько прошел, то есть у нас уже информация, как бы, чуть раньше стартанули. Да, это очень хорошо, что старт уже произошел заранее, но дело в том, что Лига здоровья нации вышла в этот раз с инициативой о проведении именно 7-го апреля, во Всемирный день здоровья, этой акции. Самой массой такой. Да, да, 10 тысяч шагов к жизни. Понятно, что сейчас очень у многих есть шагомеры, у кого они в телефоне, у кого на руках, да. Да, все считают свои шаги. Но дело в том, что вот в этот день, и я бы хотела, чтобы вы прям буквально все по нескольку слов сказали, каким образом вы видите свой вклад в эту акцию «10 тысяч шагов к жизни». Потому что вот на мой взгляд, как врача, вовсе не важно, чтобы прошли, допустим, я, вы именно там от 6 до 10 тысяч шагов в этот день. Самое главное, чтобы мы поняли, что здоровый образ жизни – это в том числе и физическая активность. И если есть у меня сегодня возможность, значит, я пошла пешком, и вы пошли там, ну, вы, наверное, побежали еще. Как молодежь у нас участвует? Вот честно, да, с точки зрения даже такой психологии, да. Вот один раз мы провели, допустим, массовую акцию, да, привлекли большое количество людей с 7-го апреля. Я думаю, что… У нас, кстати, все вузы будут. У большого, да, все вузы подтягиваются, мы муниципальное образование также подтягиваем, чтобы в этот день, да, локализовать акцию еще на всех территориях. Как бы Ульяновск – это хорошо, но мы всегда, вот честно, министерство, оно направлено на то, чтобы лучшие практики Ульяновска передать в муниципальное образование. И там это, где эта жизнь необходима, то есть какие-то, да, рекомендации привнести то, что как бы не хватает молодежи на селе, да. Мы же тут еще не только о здоровом образе жизни говорим, да, еще о том, чтобы молодежь оставалась на селе. Это тоже очень важная проблема такая, да, существует на данный момент, и ее надо комплексно подходить, решать. И вот то, что вот, например, ребята один раз не было, да, у кого-то. Вот у меня практика была там, да, куда-то в отпуск уехал, там 30 тысяч шагов нашагал еще по горам, еще где-то. А так вот в быту практики этой нет. И я вот хочу, чтобы этой акции люди, которые, может быть, где-то с какой-то степень будут привлечены, как бы с учетом того, что это массовые акции, то есть будет информационный всплеск огромный. То есть пройдя один день, да, и обратив внимание на свой гаджет, да, посчитав свои шаги, у них это отложится, у какого-то процента, надеюсь, что у большого, чтобы это делать систематически. И понимательно, пришел я после работы в седьмом-восьмом часу вечера, да, что-то у меня сегодня 5 тысяч шагов, пойду-ка я сгоняю за хлебом, чтобы хотя бы вот эту шестерку-то, но добить. То есть вот этот вот посыл, он очень важный, чтобы вот, да, как-то подтянуть к определенной минимальной планке, там, да, не просто вот со стула рабочего встать, да, и как бы до дома доползти, а вот какой-то себе какой-то все-таки минимум, да, так скажем, обозначит в этой деятельности. Я думаю, что это вот концептуально главное, да, во все это. Хорошо. Кирилл Васильевич, мы решали с вами, что все муниципальные образования, ты нам сейчас, Дмитрий, об этом расскажет, как же муниципалитет включился, ну и, конечно, Алла Владимировна, но все-таки мы в этот день предполагаем, что все наши высшие среднеспециальные учебные заведения, клубы активного долголетия, да, все они выходят и начинают шагать, потому что регион мы зарегистрировали о том на сайте, что наш регион принимает участие в этой акции, вот, и самое главное, чтобы она была массовой, чтобы люди увидели, что на самом деле это очень важно и очень полезно, что у нас в муниципальном образовании, конкретно в Целинском районе, будет акция? Акция в любом случае будет в каждом поселении, у нас уже запланировано мероприятие в этот день, вот, и, ну, я считаю, что вот именно на личном примере мы можем показать. Ну, я знаю, что у вас шагомер всегда на руках, на руке, вернее. Будут ли именно участники акции по этим шагам? По этим шагам мы вот сейчас как раз в соцсетях размещаем, размещали информацию, у нас участники есть, набираются, то есть, мы не думали, что у нас какое-то большое количество будет, но они набираются, есть, есть инициативные. И очень большая просьба привлечь, у нас всегда очень активно привлекаются ко всем нашим мероприятиям клуба активного долголетия. Насколько я знаю, в Целинском районе они очень активны, они приезжают к нам и на школу пациенты из района, то есть, очень активный у вас серебряный возраст, да? Да. Алла Владимировна, что город Ульяновск? Ну, у нас даже если и не проходит фестиваль здоровья, еженедельно по воскресеньям на Соборной площади собираются любители ходьбы, те, кто действительно ходит, и не просто даже и ходьбы, а даже и есть любители бега. Это традиционно. А в этот день, 7 апреля, мы хотим эту акцию, как вы правильно сказали и вы, Валентина Герасимовна, и Кирилл Васильевич, мы хотим ее просто увеличить и сделать ее такой большой массовой. Поэтому к нашим клубам, которые ходят традиционно, присоединятся и молодежь, и клуб активного долголетия, и наш клуб ветеранов, называемый Ювенис, который вот соберет, мы надеемся, такое хорошее, достаточно массовое количество людей, и все мы стартанем и пройдем обязательно в этой акции. И здесь, наверное, вы правильно сказали, не важно, кто сколько шагов пройдет, это важно, кто обязательно получит максимум оздоровительного эффекта и получит массовое удовольствие от того, что вот он вышел, прошел, потому что это действительно здоровье, да, Валентина Герасимовна? Совершенно правильно. Оздоравливается организм. Поэтому мы всех приглашаем на Соборную площадь, и жителей города, и наших гостей. Абсолютно верно. Приглашаем прийти на Соборную площадь, чтобы принять участие в этой акции и получить максимум комфорта, удовольствия и, конечно же, здоровья. Я вот с позиции опять своей отрасли, да, у нас в 2018 году в конце года была выбрана молодежная столица Ульяновской области, Новоспасский район, да, очень активный район, и с точки зрения инфраструктуры, Зожевской там, наверное, безупречный, да, он в этом плане у нас. И там у нас вот пройдут ряд мероприятий, мне коллеги прислали вот информацию, тоже красочная фишка, да, то есть и диалог на равных с людьми старшего поколения пройдет, молодежи такой диалог, да, двухсторонний, по там, поддержанию своему здоровью, о мероприятии по скандинавской ходьбе, обязательно, да, мероприятия «Сто шагов из жизни», то есть которые на муниципальном уровне под эгидой молодежной политики именно проходят, и массовая зарядка, то есть здесь школьная молодежь, то есть делают, то есть они такой свой молодежный аспект вот в рамках столицы тоже как бы реализуют. Уважаемые коллеги, я хотела бы обратить внимание нас всех на то, что вот те мероприятия, о которых мы сейчас говорим, о которых говорили ранее, да, они, конечно, направлены на профилактику заболеваний, на формирование ответственного отношения к своему здоровью, и вот несмотря на то, что мы, ну, я бы не сказала, что пока мы вот в полную меру уже начали эту работу, да мы к ней в большой степени приступаем по разным там направлениям, да, но тем не менее мы уже можем отмечать достаточно, ну, такой серьезный эффект от наших мероприятий, это увеличение средней продолжительности жизни, снижение распространенности потребления табака в сравнении, допустим, с 2017 годом, вот за 2018 год почти на 3%. Может быть, это звучит как-то не очень масштабно, да, но тем не менее это не повышение, это снижение. Потом, вот я уже говорила, что у нас молодежь и люди серебряного возраста очень активно включаются в наши все мероприятия по здоровью и сбережению. Поэтому я думаю, что если вот с той горячностью, особенностью которой Кирилл Васильевич сегодня говорит о всех мероприятиях, если мы будем продолжать это на протяжении всего года, то я думаю, что у нас успеха будет больше, потому что вот даже, ведь каждый год Российское информационное агентство проводит рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни. И вот даже несмотря на то, что мы только чуть-чуть, как я уже говорю, начали эту работу, но может быть не чуть-чуть, но не в полную силу. Вот. Мы уже, например, в 2017 году поднялись на пять ступеней вверх в сравнении с 2016 годом, мы вошли в первую двадцатку здоровых регионов. Сейчас мы ждем тот же рейтинг за 18-й, 17-й, 18-й. Посмотрим, как мы отработали в этом году. Вернее, за 2018 год, вы совершенно правильно говорите. Вот. И я бы хотела еще на что обратить внимание, что вот мы хотим, чтобы именно во время этого фестиваля здорового образа жизни каждый человек обратил внимание на свое здоровье, на себя любимого. И мы для этого вот разбили весь фестиваль на три этапа. Первый этап, за первый этап у нас отвечает Министерство здравоохранения и учреждение здравоохранения. И мы постарались в этот день организовать и Дни открытых дверей в лечебных учреждениях, и Всемирный день диспансеризации, который будет проходить 13 апреля. Диспансеризация, конечно, должна сыграть в здоровье и сбережении очень важную роль. Поэтому на сайте Министерства здравоохранения, на сайте Центра медицинской профилактики, пожалуйста, каждый желающий может ознакомиться с теми мероприятиями, которые будут проходить в течение фестиваля. Я хочу сказать, что мероприятия, которые будут проходить с 7 по 27 апреля, они не ограничиваются только вот, например, первую неделю здравоохранения, вторую неделю образования, культура и спорт на протяжении всех 20 дней. И точно так же спортивные мероприятия, я уже посмотрела вот общий план, а также практически ежедневно проходят те или иные мероприятия. Кирилл Васильевич, вот я увидела в плане съезд молодежных правительств России. Это, наверное, одно из крупнейших отраслевых мероприятий по нашей линии в течение этого года. Мероприятие само по себе такое несет характер сбора всех регионов России на территории нашего региона как образцового по реализации принципов молодежного правительства. Мы в рейтинге первое место заняли. И вот своим опытом, в рейтинге молодежных правительств России из 85 регионов первое место, у нас номинация первая, да, лучшее молодежное правительство. Вот, поэтому, то есть, данная площадка и не попросту была выбрана, то есть, с учетом наших лучших практик. По заслугам. Да, по заслугам, да. Часть мероприятий, конечно, в рамках данного форума несут закрытый характер и направлены исключительно на тех людей, которые приедут на мероприятие. Но мы вот так же уже, да, как бы и в плане отмечаем, и в своей деятельности на протяжении всех пяти дней в фестивале хотели бы, хотели, форма, да, съезда, хотели бы вот пронизать все нитью вот все-таки здорового образа жизни. Есть отдельная программа для участников, там и фитнес-марафон будут массовые, то есть, как бы двойной эффект, да, и съезд, то есть, и наши достижения с какой-то точки зрения прорекламировать, показать, да, но и в том числе принципы здорового образа жизни. Здесь планируем, что активно тоже у нас город Ульянск включится в этот процесс. То есть, мы вот такие для широких масс в рамках съезда планируем задействовать наши самые основные площади, и там различные фитнес-марафоны провести и так далее. А у самих ребят, то есть, у них целая комплексная программа, они даже уже по приглашению с собой обязательно порядки берут, спортивную одежду. То есть, смотрите, значит, мы будем на протяжении там четырех дней, я посчитал, что это... Там пять получается, да. Четыре-пять, да. Четыре основных. Ага, четыре основных дня вы будете показывать, вернее, мы все будем показывать достижения нашего региона, в том числе и с помощью молодежного правительства, но, наверное, и не только, да, там, потому что я посмотрела и спортивные мероприятия, вы уже сказали, что и фитнес, то есть, мероприятий будет очень много. А муниципалитеты у нас участвуют при этом вот в съезде? Да, муниципалитеты у нас, как и, в принципе, широкая масса людей, да, молодежи, то есть, различных категорий, они участвуют в основном в пленарном заседании, то есть, в основном программном дне в Дворце творчества детей и молодежи 25-го числа, то есть, это там как раз-таки, где регион себя презентует, будет организована большая выставка достижений региона, да, если у нас даже вот есть такое предложение, если есть что позитивно показать с позиции здорового образа жизни, мы будем очень рады, потому что инфраструктурную сторону мы уже понимаем, да, например, как мы презентуем, мы лидер по ветроэнергетике, да, у нас есть и там радиоцентр в Димитровграде открывающийся, то есть, эту сторону, то есть, мы уже проработали, вот со стороны, например, социального блока, со стороны того же здравоохранения, какие-то передовые практики, улучшения, изменения, и как это делается, в том числе и с позицией молодежной политики, потому что здесь-то мы все-таки, да, мы с этой стороны, мы бы очень позитивно реагировали. Хорошо, замечательно, я думаю, что Министерство здравоохранения и Молодежное министерство, и волонтеры-медики обязательно к этому подключатся, но особенно, конечно, Молодежное министерство здравоохранения и спорта, я думаю, что подключатся обязательно. Но вот сейчас я просто хочу еще раз подчеркнуть, что наше молодежное правительство, да, заняло первое место в рейтинге российских регионов России. Да, регионов России. Хочу сказать, что на самом деле наш регион уже звучит достаточно часто именно в плане лидерства. Вот мы, например, когда с Дмитрием были на конференции в Череповце, то там тоже прозвучало, что единственный регион пока, где созданы отделы охраны здоровья на муниципальном уровне, это пока регион Ульяновской области. Это сделано по решению губернатора, по решению правительства Ульяновской области. Конечно, в первую очередь эту инициативу высказал Сергей Иванович Морозов, потому что на самом деле, когда мы говорим в общем о здоровье и сбережении, в общем о мероприятиях, то мы обязательно должны здесь рассматривать и муниципалитеты. И сейчас на муниципальном уровне разрабатывается программа здоровья и сбережения, это и город Ульяновск, и все муниципалитеты, которые, все 24 муниципальных образования нашего региона. Алла Владимировна, что хотим мы получить от фестиваля здорового образа жизни? Вы начните, а коллеги тоже, то есть какой результат мы ждем, на что мы рассчитываем по реализации, по результатам фестиваля? Ну, как я уже и говорила, еще раз повторю, для нас важно, чтобы вот то, что мы сейчас проведем за эти несколько дней, практически месяц, чтобы вот эта идея здорового образа жизни дошла до сердца каждого человека. Потому что именно от того, как мы будем вести, как мы будем жить в условиях здорового образа жизни, будет зависеть, конечно же, и наше будущее. Для нас важно, чтобы каждый человек был совершенно здоровым, был совершенно самодостаточным. И здесь, еще раз повторяюсь, не надо никаких финансовых вложений. Просто выйти на улицу, просто отказаться от сигареты, просто, может быть, пересесть на велосипед вместо машины, покататься на велосипеде, да, иногда, и это очень доступно и без всяких затрат финансовых, да, как мы обычно говорим, что вот на это нужны деньги, здесь денег не нужно. Или просто каждый день встать и в течение пяти минут позаниматься гимнастикой. Вот что нужно для каждого человека. Поэтому для нас это очень важно, чтобы именно каждый человек обратил внимание, причем не только взрослые люди, но еще и наши школьники, малыши, а здесь уже будет все зависеть от родителей. Это все должно быть проходить, конечно, в тесном тандеме. И самое главное, что мы хотим, чтобы этот фестиваль был не просто разовым мероприятием, а, конечно же, чтобы он потом уже пошел и носил системный характер, чтобы мы уже выстроили все те планы взаимодействия между нашими структурными подразделениями. А мы, как органы власти, постараемся создать такие условия, чтобы действительно людям было комфортно, чтобы они были счастливы и было хорошее настроение. – Очень хорошо, спасибо большое. Просто дополнение небольшое. Вы говорите, что не нужны, допустим, финансовые выливания. Я хочу сказать, что в здоровье сбережений, в целом в мероприятии по сохранению здоровья достаточно серьезные средства вкладываются. Это и на благоустройство, это и на приобретение того или иного оборудования, на устройство спортивной инфраструктуры. Самое главное, чтобы эти фоки, эти бассейны не пустовали, чтобы они были задействованы в течение всего дня, всей недели, всего месяца, вообще постоянно. Только с перерывом пришлось. – Про это мы и говорим, чтобы была обратная обязательно реакция от жителей, для того, чтобы именно они нам говорили, как и что нужно для того, чтобы создать условия. Совершенно поддерживаю Кирилла Васильевича в том плане, что у нас сейчас первая приоритетная задача, я по спорту говорю, это создать комфортные условия для проведения вот таких вот занятий физкультурой в доступе, в своем доступном месте от места проживания. То есть на территории вышел около дома, позанимался, будь то тренажеры антивандальные, будь то какая-то универсальная площадка или просто поиграть в футбол, для этого, конечно же, должны быть созданы условия. Поэтому мы все сделаем для того, и каждый из нас, и каждый орган, каждое министерство, ведомство сделает все для того, чтобы действительно вот эти условия создать. — Спасибо большое. Дмитрий, у вас пожелания какие по фестивалю, и что бы вы хотели пожелать нашим всем зрителям? — Да, ну в первую очередь, конечно же, мы, участвуя в этом фестивале, пытаемся как-то донести, наверное, до людей от мал до велика, что это нужно не нам. В первую очередь, это нужно именно самому человеку. Вот, кстати, вы говорили, что на 3% у вас там… — Не у вас, у нас у всех. — Нет, у нас у всех, да, все правильно. Был спад именно в табакокурении. Я сам в эти 3% вхожу. — Замечательно. — Я очень рад, что… — А я изначально вхожу. — Я очень рад, что это… Ну, на самом деле, просто понимать, что здоровым быть модно. — И здоровым быть круто. — И круто, да. — Выгодно. — Экономически выгодно. — Экономически, да, в любом случае выгодно. — Замечательно. — Поэтому вот именно посыл такой. — Спасибо. Кирилл Васильевич. — Да. Я хотел сказать вот в таком ключе. Да, мы понимаем, что очень много мероприятий в рамках этого фестиваля несет информативный, да, и такой немножко пиаровский характер. Но хотелось бы немножко вот окунуться в прошлое. Была такая история, что у нас как бы всегда проблема молодежь там, да, и с различными злоупотреблениями в различных, да, проявлениях. И эта история, так скажем, стала немодной. Почему она стала немодной? Потому что, если вот взять конкретный пример, например, рэп-сообщество, да, оно популярно в молодежной среде, и оно начало петь, читать свой рэп, да, в стиле здорового образа жизни. И вот эта вот история, если честно, она буквально 3-4 года назад переломила, да, популярность вот этих негативных проявлений и направила их в нужное русло. Так вот я считаю, что данный фестиваль, он как бы с учетом того, что мы, понятно, что где-то там люди, может быть, не до конца осознают, но вот это вот информационное проработка этого вопроса, доказывать людям о том, что это правильно и это нужно, оно в любом случае даст свои результаты. И я считаю, что если мы не говорим сейчас о прикладном вкладе, там, медицинского сообщества, да, по улучшению здоровья, там, по качеству медицинских услуг и так далее, то вот здесь вот как раз-таки осознание в мозгу, да, оно вот дает в первую очередь вот данный фестиваль правильный к тому, что мы все должны стремиться именно к здоровому образу жизни. Спасибо. Спасибо большое, Вы совершенно правы, но мне только остается добавить, что условия для занятий спортом, это, конечно, замечательно, и мы на сегодняшний день говорим, что также должны быть созданы условия для получения качественной медицины и профилактической, и лечебной, и диагностической тоже. Но мне в завершении, наверное, остается только пожелать всем здоровья, в первую очередь оптимизма и найти обязательно свои мероприятия в фестивале здорового образа жизни, которые, по Вашему мнению, будут Вам наиболее полезны, наиболее приемлемы, и здоровья нашему региону, и, конечно, мы стремимся к снижению и заболеваемости, и увеличению нашей физической активности. Пусть у нас все это получится. Всем здоровья. Спасибо. Спасибо.